Буквально пару дней назад в районе 19 часов на улице Быстрецкой загорелся сухостой. Огонь быстро распространился. На место пришлось выезжать к префекту района. Больше всего меня поразило равнодушие самих жителей. Сидят на лавочках мужчины, женщины стоят в сторонке и наблюдают. После того, как я подошла и сказала, вы стоите и смотрите, а почему мерки никаких не принимаете? Ведь огонь может автоматически перекинуться не только на те автомобили, которые припаркованы на земельных участках, но они могут перекинуться на ваше строение. И вот вы видели, что дети, они говорят, да, вот эти вот трое мальчиков. Я говорю, почему вы их не остановили, не приняли никакие меры? Знаете, что я получила от них ответ? Вот, говорит, идешь мимо и иди. И вот это равнодушие и стороннее наблюдение за тем, что происходит вокруг, оно больше всего беспокойки настораживает. Действительно, очень важным фактом предотвращения стихийных возгораний является активное участие горожан. Одних сил и средств и города, и МЧС недостаточно для того, чтобы бороться с несанкционированными паломами травы. Поэтому здесь мы просто хотим обратить внимание граждан, что эта работа должна быть в первую очередь инклюзивной. Вот, то есть совместно мы должны заниматься, патрулировать данный вопрос. В случае выявления таких нарушений, если где-то во дворах, на пустырях вы видите, что дети играют с огнем, со спичками, отжигают траву, то должны необходимо, во-первых, остановить это нарушение, и во-вторых, обратиться также в службу СТОВ-12. И также хочется напомнить, что несанкционированный пал травы является не только административным правонарушением, но и уголовным правонарушением ввиду того, что все зависит от ущерба, который повлечет этот пал. Со стороны городских властей ведется активная работа. Одним из методов, признанных эффективным, считается опашка сухостоя. В Октябрьском районе, в частности, самая длинная по протяженности полоса опашки, это 5 пунктов, это Карцево, Кончевские дворики, Мордасово, Соколовка и поселок Мирный. Всего мы планируем опашку 10 километров по протяженности, которая должна быть окончена до 21 апреля. С целями профилактики и предотвращения возгораний постоянно дежурят спасатели и добровольцы, которые контролируют наиболее опасные участки. То же самое рекомендуется делать всем жителям нашего города. Обращаю ваше внимание, граждане и гостей города, на то, что на информационных табло остановок общественного транспорта есть информация. При обнаружении возгорания пала сухой травы просьба сообщать в едино-дежурную диспетчерскую службу по телефону 112. Стоит отметить, что сухая погода, установившаяся в регионе с начала весны и сильный ветер, благоприятствуют быстрому распространению огня. С начала сезона в этом году ликвидировано 103 возгорания на общей площади 53 гектара, при том, что в прошлом году очагов было в два раза меньше – 65 палов на 35 гектарах за тот же период.